Топовые тиктокеры сняли игры в кальмара в реальной жизни. Артур Бабич показал свою новую тачку. Шип заявил, что навсегда любит только Валю Карнавал. Даня Милохин заступился за эскейпа во время интервью на радио. Всем привет! Это канал Окблогер. Без лишних софтбер и свои любимые вкусняшки, сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. И да, не забудь, пожалуйста, поставить лайк и погнали! Два дня назад аккаунт Бабича в ТикТоке перешагнул отметку в 12 миллионов подписчиков, и он наконец-то показал свою тачку. Правда, спалить ее раньше времени успел Ярослав Андреев, показав огромный автопарк Дрим Тима перед домом. Никто не ошибся, что Артур приобрел себе новенькую BMW 840D, стоимость которой начинается от 8 миллионов рублей. Бабич до сих пор находится в шоке от этой покупки и даже хочет вместе с подписчиками придумать ей название. Одной из первых же машину своего парня увидела Аня Покров. Да ты шоу вообще разнос, ребята, BMW, теперь у нас в семье есть Мерседес и BMW, что осталось? Осталось Феррари какую-нибудь. И что очень мило, после презентации тачки Бабич заказал цветочки для Ани и вручил их прямо в прямом эфире девушке. Фан-аккаунты даже умудрились расслышать фразу «Я тебя люблю», когда они находились за кадром. У Лины Луны долгое время было прозвище «самой депрессивной русскоязычной тиктокерши». Этот статус у нее появился, потому что раньше она постоянно плакала по любому поводу. За последний же месяц таких видео почти не было, так как у Лины появилось много друзей, которых раньше не было, больше работы и различные проекты. Лина также объяснила, почему она не подвергается тенденции коллег и не выпустит свою песню. У девушки нет желания записывать что-то поверхностное без вложения души в текст и музыку. Пока что у нее не хватает на это навыков, поэтому выпуск трека постоянно откладывается. Вышел новый выпуск шоу «Ледниковый период», в котором вновь свой номер показали Женя Медведева и Дани Милохин. Как было понятно по многочисленным отрывкам, они пристали перед зрителями в образах Джокера и Харли Квинн. Выступление прошло идеально, с первого взгляда ребята вообще не допустили никаких ошибок. Это заметили и жюри, впервые поставив им максимальную оценку из всех возможных. А также отметили, что Дани с Женей на льду несут очень мощную энергетику, которая передается и заряжает всех зрителей. Похоже, что они стали уже любимчиками, и если все продолжится в том же духе, парочка наверняка победит в этом проекте. Рахим в рекомендациях наткнулся на ту самую вырезку из стрима Крида, в которой он обвинил его и Элджея в воровстве трека про Ламбу Урус. «Мой Урус лучше, там Элджей сидел». «И вообще, что было бы с моей карьерой, если бы не Егор Крид?» – прокомментировал его сова-исполнитель. По стандарту началась перепалка в историях. Элджей заявил, что Крид ему не является другом, на что он ответил. «А у тебя вообще Уруса нет». Ну и как уж без стебов, что брат Леши встречается с Диной Сайвой, с которой у него ничего не получилось. Тут уже Крид решил вмешать Рахима, побоявшись, что его новая тачка вслед за бывшей девушкой тоже окажется в руках брата. Девочки Хайпхауса вместе с Заиром улетели отдыхать. Они спонтанно выбрались буквально на 4 дня в солнечный Дубай. Сейчас они практически не появляются в соцсетях, посвящая всё своё время отдыху. Самый же активный из них Валя Карнавал, который уже успела показать новый купальник для этого отпуска. В Москве остался только Герман. Парень тоже хотел поехать со всеми, но из работы принял решение остаться дома. «На самом деле, у меня всё хорошо, не волнуйтесь, это было моё решение не поехать. Я, к сожалению, остался в Москве из-за того, что у меня тут важные дела. Вот, но я на девчонок не обижаюсь, они меня, естественно, звали собой, у меня просто, ну, не получилось. Вот, так что буду ждать, надеюсь, скоро приедут и будем продолжать тушить». Диану Астер многие критикуют и любят подшутить из-за неумения хорошо танцевать, что сразу заметно у любого тиктокера. Она и сама не раз говорила об этой проблеме, но справиться с ней оказалось не так просто. Ди несколько раз пыталась записаться на танцы с персональным тренером, но всё превратилось в какое-то проклятие. В такие моменты постоянно что-то случается, вообще не связанное с её желанием. «Не поверите, у меня жизнь постоянно отходит от танцев. Каждый раз, когда я записываюсь, что-то происходит, мне почему-то их нужно отменить. И сегодня у нас был общий сбор в Dream Team, и я пожертвовала этим ради танцев и приезжая на танцы, а там закрыта студия, и мы ждали почти час. Но мы всё равно позанимались 20 минут». В сети продолжают искать куда-то пропавшую Сашу Спилбер. Ранее её менеджер сообщил об исчезновении блогерши, причём, как стало понятно, девушка сама решила сбежать. Также пабликам подкинули видео с парковки, где девушка оставляет свой автомобиль и уходит в неизвестном направлении. Но выглядит всё слишком картина, что наталкивает на мысли о постанове. Тут ещё зачем-то на публику решил рассказать о поисках отец Саши, что только больше доказывает, что ситуация является фейком. «Всем привет, очень давно не виделись. По поводу ситуации с Сашей, что могу сказать, что там точно нет криминала, что радует. А ещё, что мы нашли её машину на парковке, нашли телефон, но пока я связаться с ней не могу». На каждом действии Егора Шипа, похоже, стоит клеймо, что всё сделано ради любви к Вале Карнавал. Меня отметили под роликом, где парень обнимается с подушкой, а в описании – сова. Люблю только её навсегда. Не обошлось, конечно же, без комментариев, что всё это отсылки к бандитке. Один из них Шип даже закрепил и ответил. «Ну конечно, а про кого же ещё?» Явно же не про подушку. Я думаю, всем понятно, что это написано с сарказмом, речи о Вале тут даже не шло. А подушка – это тот предмет, который приносит нам много радости, и её всегда можно обнять как любимого человека. Сериал «Игра в кальмара» плавно перетёк из сети в реальную жизнь. На улицах дети начали делать свои турниры с пародиями на игры, которые были в первых эпизодах. В некоторых кафешках собираются люди и пытаются вырезать фигуру из сахарной печеньки, что, кстати, у себя в бургерной запустил «Моргенштерн». На ютубе же появился отдельный жанр «Игра в кальмара» в реальной жизни, все как будто по щелчку начали снимать именно это. Егор Крид пригласил своих зрителей поучаствовать в съёмках, которые прошли вчера. В ролике рэпера наверняка будет много его друзей и тиктокеров, что стало заметно по бэкстейджу с площадки. Вчера подписчиков для аналогичной съёмки собирал Егор Шип. Группа из 50 человек, они отправились на подготовленную локацию в лес и там провели свой турнир, главным призом которого стал айфон 13. Видос из похожих локаций выкладывали ещё Янгер, Даша Дошек, Маша Маева, Оля Шелби и многие другие. Возможно, всё это как-то взаимосвязано, поэтому ждём видосы на ютубе. Эскейп на интервью рассказал историю про Даню, когда тот своим поступком просто взлетел в его глазах. Ребят вместе пригласили на радио, но перед выходом в эфир сказали, что брать интервью будут только у Милохина. Даня с этим был не согласен и в самом начале сам поставил стул для Артура, пригласив его дать интервью вместе. Он вышел, всем привет с вами, что-то там такое-то радио, с нами сегодня Даня Милохина. Он говорит, всем привет, да, но я не могу понять, почему я тут один сижу, я приехал с эскейпом, вон он там, типа, бро, иди сюда. Взял стул мне, поставил, за руку вот так взял, бро, садись, мы вдвоём будем уйти, давай. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но у них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро.